Добрый день! Приглашаем вас на хоккей в Новосибирск. Ледовый дворец Сибирь сегодня впервые принимает матч чемпионата континентальной хоккейной лиги. И поэтому, конечно, надо поздравить новосибирских болельщиков города и области. Для них сегодня открытие сезона. Третье звено автомобилиста. Сейчас против четвертой тройки автомобилиста. Не получается бросок у Савченко. И вот теперь уже чистый выход 2 в 1. Голышев 1-0. Быстрая передача в нейтральную зону. 2 в 1 убегают. Голышев сам разбирается в этой ситуации под щитком. Крайского шайбу отправляет четвертый гол Анатолия Голышева в этом чемпионате. Еще одну атаку провести можно. Оставляет шайбу Доус. Паре передача. И Крайсик как молодец. До Коста хотя между ног ему завести. И ему, правда, клюшку там прижимали ко льду. Не очень... Не очень много свободы было. Костенберис получше в большинстве смотрится. Получше, нежели соперник. Но забить храм пока не удается. А вот сейчас нет. И гол. И гол мы уже просто запихали. На самом деле Кучерявенко последним бросал поворотом. Давайте смотреть. Очень низко, да, вжались буквально все обороняли пятачок. Вся четверка защищающихся. Здесь мечется Красиков. Ну а в чем нарушение, я не вижу. Никто вратаря не задевал. И вообще даже рядом с площадью ворот. Смотрите, после видео-кармата отзвело. Время движения на конкурс. Го. Да. Давайте смотреть, что на этот раз. Заряжает от 7 линии Савченко. Коварш. Так, показательно легко. Шайбу отводит в угол. Так, а теперь что случилось? Эти хокисты оборачиваются, пока они не знают, что произошло. Вот что, стекло разбилось. И сейчас у нас, я боюсь, дай им продолжить. У меня будет пауза, пока это стекло поменяют. Так вот, причем, знаете, там это стекло рассыпалось без всякого, казалось бы, повода. Ну, то есть, туда въехал немножко защитник Сибири, закрывая борт, чтобы шайбу не выбросили соперники. Ну, не сказать, что он в него так сильно, сильно вписался. Напомню также, что удаление было в составе автомобилиста. Вячеслав Литовченко отправился на скамейку оштрафованных. Но вот здесь эпизод, который, опять же, остался у нас за кадром. Ой-ой-ой, это очень неприятно. В пять защитников играет автомобилист. 3-0. 3-0, и это Виталий Попов. Все достаточно просто. Вошли в зону. Задержался игрок с шайбой у борта. Подождал партнеров. На скорости в зону въехал Попов. Классная передача. На самом деле, она простая, но ее надо было сделать очень точно. У Сибири пока те же люди. Дугин у левого борта. За воротами Лисин. Вроде пытается там Шаров, да, на пятачке. Вот, он и забивает, собственно говоря. Или нет, это Михаилов. Смотрите, это молодой Никита Михаилов. 20-летний поставил его, я просто не мог поверить, я думал, что 86-й номер. Поставил не просто в первое звено, а в бригаду большинства. Владимир Юрзинов и 20-летний форвард забивает то, что они могли сделать, да, все игроки из Сибири вместе взятые. Бертран решил смягчить бросок и сделать такую передачу хитрую на пятак. Но она не получилась. А, кстати, опять Михаилов, по-моему, вышел. Ну, и сейчас автомобилист еще забьет в пустые. Да. И это значит, что у нас Анатолий Голушев становится лучшим снайпером на данный момент регулярного чемпионата КХЛ. Потому что это его вторая шайба сегодня и пятая вообще в чемпионате.